Рядом с гарнизонным кладбищем в Бресте есть памятный знак. В годы Великой Отечественной войны на этом месте было расстреляно около двух тысяч человек, мирных жителей, обычных людей, таких же, как и большинство узников концентрационных лагерей, жертв фашистского режима. Почтить их память ежегодно в середине апреля сюда приходят жители областного центра. У нас праздник, праздник вроде освобождения узников, а для нас это, вы знаете, вот после этого я лично не могу, ночь точная спать не буду, потому что вот это все в памяти, все это, когда на твоих глазах расстреливают твоих родных, близких, уничтожают их, такое не забывается. Вот мне было там два-три года, и я помню, помню, как нас пинали на расстрел, помню, как расстрелили, как эта земля, когда засыпали, земля вот шевелится, живые люди. Это ужасно. В числе участников мероприятия много молодежи, и это очень важно – сохранять память, рассказывать о том, что было. Все меньше остается очевидцев страшных событий. Тем ценнее каждая такая встреча, тем важнее каждое слово. Молодому поколению надо знать правду о войне, правду о войне надо знать. И вы знаете, они интересуются этим и просят, чтобы мы им рассказывали. Поэтому вот главная задача нашей организации – это донести эту правду до молодежи. Ежегодный участник мероприятия – Вера Латыповым. Когда начиналась война, ей было около трех лет. Но многие события женщина помнит до сих пор. Видимо, так устроена человеческая память, важное – сохранять. В числе таких, особенно важных, не только трагические моменты. До сих пор Вера Георгиевна не может сдержать слез, вспоминая о Дне Победы. Освобождала нас наша армия. Мама и сестер моих не было тогда дома. А мы были с Толей. Они пришли и говорят, ну все, война закончилась. Можете теперь собираться домой. В настоящее время на Брещене проживают около четырех тысяч бывших малолетних узников фашизма. В Бресте порядка 240 человек. В силу возраста они не участвовали в боях за родину. Но оттого вряд ли пережили меньше трагических минут. Точно так же теряли близких и погибали. И этот урок кровавый и страшный. Важно помнить, чтобы жизнь не заставила пройти его снова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok